Настолько известно, что даже ударение неправильно делаю. Но последнее надо ударение делать. Шипи, танк. Значит, я хотел бы внести... Какой? Вот этот микрофон? Какой работает? Вот этот? Да. Хотел бы внести такую лирико-философскую ноту, потому что уже громких таких декламаций было много. Было много громких песен, поскольку у нас уже послевоенное время, как представили. Поэтому я обращаюсь к Давиду Самойлову, о котором уже говорилось, стихи которого читали. Я заранее знал, что те стихи обязательно возьмут, а не о войне. А я Давида Самойлова знаю с другой стороны. Давид Самойлов, он родился в еврейской семье. Фамилия его на самом деле Калфман. Отец у него видный врач, главврач по своему направлению в Московской области. Поэтому семья была благополучной. Он получил неплохое школьное образование. Поступил в привилегированный институт, который недавно был организован. Это был Московский институт философии, литературы и истории. Выпускником уже в 41-м году он сразу пошел добровольцем в армию. Он был дважды тяжело ранен, имел солдатские награды. И, значит, вот фотографии его показывали здесь, там он с одной медалью. Это как раз по поводу награждения первого. Вот он фотографировался. Он прошел войну рядовыми. Значит, я не буду перечислять все его литературные заслуги. Значит, там много было и премий, было много книг. Обращаю внимание только на один маленький штрих. Первая книжка вышла в 1958 году. Он 20-го года рождения. То есть в 38 лет. Человек, имеющий награды, человек, имеющий ранения. После войны им, так сказать, было оказано большое внимание, привилегии. Он не посчитал нужным, что он достойный. Он был очень требовательным к себе. И первое. Сборник вышел в 38 лет, в 1958 году. В этом году, почему я взял Самойла? В этом году исполнилось ровно 100 лет. Это было 1 июня. Журнал «Родина», там небольшой текст для «Родины» написал по поводу Давида Самойлова. Кому интересно, в библиотеке может посмотреть или через компьютер. Надо сказать, что Давид Самойлов и умер как солдат. Он относился к своему ремеслу, вот, литературному. Он переводчик, он со славянских языков, чешский, польский, даже с литовского переводил, с языков народов СССР переводил. И, будучи литератором, он относился к этому делу профессионально, относился к этому делу как к солдатскому. И умер как солдат. 23 февраля в День Советской Армии был вечер памяти в Таллине Борису Пастернаку. Он уже не очень себя хорошо чувствовал, но все равно вышел к микрофону, блистательно выступил, вышел за кулисы, упал и, в общем-то, в скорости после этого умер. Я ценю в Давиде Самойлове стихи короткие, философские, несколько стихотворений. А, надо сказать, что он как фронтовик, который бок о бок со славянами в одних окопах находился, он стал человеком очень совестливым, да? И вот эта вот эмоция совести, она прошла через все его творчество. Вот первое стихотворение, послушайте. Вот и все. Смижили очи гении, и когда померкли небеса, словно в обостевшем помещении, Стали слышны наши голоса. Тянем, тянем, Слово залежалое, Говорим и вялое, И темно, Как нас чествуют, И как нас жалуют, Нету их, И все разрешено. Я специально взял такие тонкие лирические стихи. Бабочка, Вот в духе нашего вялоого, Александра Белых, который фотографирует. Бабочка, Я тебя с ладоней сдуну, Чтоб не повредить пыльцу, Улетай за эту дюну, Лето близится к концу, Над цветами, По полянам, Над стеной камыша, Поживи своим обманом. Мят ли? Бабочка, Душа. Поскольку он был В своем фронтовом поколении Очень уважаемый, Известный поэт, Ему приходилось много Работать с молодыми. Вот такое стихотворение, рецензия. Все есть в стихах, И вкус, И слово, И чувство верной основы, И стиль, и смысл, И холод, и троп, И мысль Изложена не в лоб. Все есть в стихах, И то, и это, Но только нет Судьбы Поэта, Судьбы, который обречен, За что Поэтом наречен. Ну, и чтобы Не затягивать Последность к среднему. Мне выпало счастье Быть русским поэтом, Мне выпала честь Прикасаться к победам, Мне выпало горе Родиться в двадцатом, В проклятом году, И в столетии проклятом. Мне выпало Все. И при этом Я выпал, Как пьяный из фуры В походе великом, Как валенок мерзлый, Валяюсь в кувете. Добро на Руси Ничего не иметь. Ну, и поскольку Меня представили Как человека, Который Вроде как ученик Давида Самойлова В какой-то степени Это действительно так. Я в жизни его ни разу не видел. Но внимательно читал Стихи не только Самойлова. Всех современников В восьмидесятых годах читал. Знал много наизусть. В том числе и Давида Самойлова. К сожалению, Сейчас уже не могу На память Потом приходится подсматривать. Вот. И сборник Второй сборник Которым я выходил Он назывался Суровые станции. Там есть цитата Она прямо здесь На первой страничке Из Давида Самойлова Напишем Суровые станции Совсем Безо всяких прикрас Это когда говорилось Как раз О литературном Вот этом вот Кипении Об этой пении О том, что Лучшие, наверное Погибли Поэты в поколении Да, и вот Они теперь за них Ну, он Говорит Все-таки Мы постараемся Берем Острадоксил И напишем Суровые станции Совсем Безо всяких Прекрас Это я пересказываю Лирическое стихотворение Неблагодарное дело Вот Отплывается В память Может быть В какой-то степени В памяти Это видится Ну, и в заключении Своё стихотворение Поскольку тут Тема памяти На мысе песчаном На мысе песчаном На той стороне И небо И море В закатном огне Он так же глядел Вечерами туда Где небо Огонь Отражала Вода По воле Того Кто отсюда Не зрим И мы Это небо С тобой Отразим Запутан в сетях Стихотворных Запутав В сетях Стихотворных Силков Струящийся Пламень Разрыв Облаков Коль память Потомков Как воздух Легка Пусть память И будет закат Из строка О мысе песчаном О той Стране О памяти вечной В закатном Огне Иван Шепета Ваши аплодисменты Еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому